Друзья, всем привет! Я Любомир Борода. Это очередной выпуск проекта Сиджу Пиджу. Суматошное утро. Выпуск нового чая. Сегодня парни из чайного... Да, парни из чайного пьяницы из магазина, бренда чайного пьяницы, выпустили новый чай, который называется Одесский черный. Это шу-пуэр, классный. Сделан как такой кирпич, разделенный на 12 порций на квадратики. Каждая там что-то 8 грамм. И тут следует обратить на этикетку. Это Одесский черный. Это сорт винного винограда. И соответственно этикетка напоминает винную этикетку до военных, послевоенных времен. Вино, которое делалось в Одессе. Парни решили поностальгировать, выпустили такой чай. Очень классный в том плане, что он и вкусный, он и интересный, он необычный. И он очень здорово подойдет, как, например, подарить кому-то подарок. Ну, кому-то презентовать кому-то в подарок из Одессы, либо из нашего южного региона. Чай есть, он уже есть на сайте. Стоимость 100 грамм плитки 350 гривен. Кому интересно, обращайтесь, пока не закончился. Там тираж не очень большой. Рекламная пауза закончилась. Погнали. Сегодняшний выпуск не планировался в том плане, что будет какая-то одна тема там интересная. Просто решил поотвечать на вопросы, которые мне задают. И сейчас я их даже открою, знаете, как это, буду в телефоне смотреть, что меня там спрашивали. И многих интересует название. Как удалось придумать название этому проекту Сиджу Пиджу, почему он так называется. Ну, вообще, смотрите, проект вообще вышел спонтанно. грубо говоря, я тогда в первом выпуске рассказывал, сел, решил чем-то поделиться со своими подписчиками в YouTube и стал пить чай, так как я утром его все равно всегда на работе пью и решил поговорить на камеру. Ну, и, соответственно, сама процедура, что я делаю? Я сижу и пизжу. Ну, а, соответственно, как бы матами называть проект не хотелось и что-то вышло в то, что там Сиджу Пиджу. Ну, а чтобы вообще не ругаться, как бы получилось Сиджу Пиджу, поменялось ударение. А когда-то, ну, не помню уже там в каком году, там пару лет назад, я помню, были модные такие проекты в Instagram, когда, например, девушки инстаблогерши собирались в каком-нибудь заведении, там, снимали себе там час-два, да, какого-то кафе, кафе, и сидели, общались, там, про фотосъемку, там, про какие-то там еще мобилити, там, фотографии, там, и прочие, мобилити, это уже со спорта, ну, мобильная фотография, айфонография, какие-то там постановки и так далее. И эти проекты, они назывались «Умный завтрак». Вот. И я помню, тогда еще обратил на это внимание, вроде сидят, едят и пиздят, а называется «Умный завтрак». И у меня был такой пост в Фейсбуке тогда, типа, придумал название для нового проекта «Сидим, едим, пиздим». Ну, вот, собственно, Сиджу Пиджи это какой-то отголосок из тех моих таких мыслей. И кто-то спросил еще, почему не пизджу, а потому что в этом проекте я говорю правду. Поэтому тут я пиджу. Собственно, посмеялись, пьем чай, едем дальше. Дальше были такие вопросы, которые сразу помню, почему будет ли выходить проект украинской украинской мовы, я не могу сказать, я дуже намагаюсь, что нет, вот, когда в меня будет украинской украинской мовы. зараз, а сейчас поки разговаривать российскую, чтобы не путать вас и мне было сручнейше. Якось так. Следующий. Был вопрос такой, касается вообще не чая, а моего имиджа. Типа, как я прорабатываю, что ли, имидж, сейчас я посмотрю, я вроде его даже записал. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. А как я строю свой стиль шмот, татухи, украшения? Знаете, я, наверное, не могу сказать, что я его каким-то образом специально строю. С детства так получилось, что меня воспитывала мама и какие-то вот эти, какие-то посмотрела, не выключилась ли камера, и какие-то моменты, ну вот в том плане, знаете, отца не было, у мамы была там какая-то швейная машинка, какие-то еще штуки, жили мы небогато, то есть даже, я бы сказал, очень бедно, и мне все время как-то хотелось выделяться, ну, наверное, это у меня вот как-то в крови, да, хотелось выделяться, и я брал какие-то старые мамины костюмы, там, еще какие-то штуки, находил какие-то шмотки для того, чтобы модничать, короче, какие-то сумки себе шил, еще что-то, ну, и, наверное, с тех времен у меня сформировалось какое-то видение стиля, да, там, у меня нет определенного стиля, я хожу, одеваюсь так, как мне нравится, татуировки это одно, это какие-то моменты в моей жизни, которые я время от времени запечатлеваю, так сказать, нету какого-то проработанного стиля в татуировках, там есть и бутерброды, когда одно на другое навалено, есть и полнейшие портаки, есть и какие-то новые штуки, ну, и, соответственно, это, знаете, это такое отображение, как бы листок, вот я живу и что-то на нем записываю, вот это мои татуировки, нету, нету, я его не строю, этот стиль в татуировках, в украшениях, у меня есть серьги казацкие, которые мне сделал мастер, когда я переехал жить в Украину, это был 2013 год, вот он мне их сделал, я их надел, с тех пор я их больше не снимаю, вот сейчас уже 2021, получается, что, ну, восьмой год я их ношу, не снимая, как бы, соответственно, какой могу стиль строить, вот просто они есть, есть, они мне нравятся, они со мной, как бы, к таким вещам я отношусь, как бы, вот так, я не меняю их, а что касается шмоток, так там вообще все просто, ну, мне нравится молодежный стиль, вот, мне нравятся какие-то определенные молодежные субкультуры, веяние, там, духа какого-то там Америки, рабочих кварталов, ну, и все, что связано с какими-то движниками, и, соответственно, одежда должна быть удобной, в ней можно и ходить на встречи, да, деловые, сидеть, пить кофе в кафе, также валяться на кровати, ездить в поезде, и, возможно, ходить в театр, если ваша одежда соответствует, вот, всем этим запросам, значит, она кайфовая, ну, как я это считаю, и вот в такой одежде я хожу, такую одежду я стараюсь иногда выпускать под своим брендом, такую одежду я амбассадорю у бренда Сластон, являясь их брендом-амбассадором, уже не первый год, и все, я не строю стиль, ну, а подобрать цвета в гамму, как бы, да, там, ну, наверное, это, ну, такой взгляд, я думаю, оно у каждого человека присутствует, и как подобрать в тон, да, там, и не надеть какие-то синие носки, когда на вас все черное, ну, я думаю, там уже голова сообразит, вот, поэтому так, что мы едем дальше, вот, почему я встаю так рано, и как у меня это получилось, вообще выпуск не про чай сегодня, я смотрю, встаю я рано, для того, чтобы пить чай, но это не, не главное, как бы, суть в том, то, что я давно просыпаюсь рано, я уже не помню, с какого времени это началось, но, вот, почему-то мне кажется, что, когда ты просыпаешься раньше, чем встает солнце, то, ты наблюдаешь за процессом восхождения солнца и рождения нового дня, и вот этот процесс, он, ты его чувствуешь, он, ну, вот, он не передал, это непередаваемое ощущение, то есть проснуться тогда, когда еще весь город спит, когда еще такая девственно чистая природа, еще не засрана какими-то выхлопными газами, и не испорчена снующими взад-вперед людьми, то есть, когда ты выходишь на улицу в это раннее время, город спит, и он кайфовый, и наблюдать за тем, как он просыпается, ну, это кайф, вот, и, соответственно, мне всегда это нравилось, я всегда это любил, позднее я стал заниматься спортом, спортом стал заниматься в утренние часы, потому что утренние часы мне больше всего нравятся, я более продуктивен, И это время, когда я ещё не иду на работу, но я уже не сплю. И, соответственно, для того, чтобы заниматься спортом, нужно перед этим нормально поесть. С полным желудком ты в зал не пойдёшь. Соответственно, нужно какое-то определённое время выждать. Соответственно, до тренировки нужно как минимум за час проснуться, а лучше за полтора, чтобы нормально поесть, прийти в себя и пойти. А после того, как я стал пить чай, а чай я пью по утрам обязательно, то, соответственно, для того, чтобы попить чай, надо нормально поесть. Но после еды сразу чай пить не будешь, потому что он и какое-то количество калорий в еде сожрет. И сам чай на тебе не подействует так, как должен на насытый желудок. Поэтому должен быть какой-то промежуток в течение получаса между едой и питьем чая. Ну и соответственно, что мы делаем? Если в зал я сейчас хожу в 7 утра, то просыпаюсь я в 4.30 для того, чтобы нормально поесть. Потом я иду гулять с собакой. У меня там все нормально переварится. Потом я прихожу, кормлю собаку, делаю какие-то небольшие дела по дому. Делаю себе чай и сажусь пить чай. И уже начинаю немножко работать, потому что я занимаюсь маркетингом в социальных сетях. И соответственно, я выстраиваю какие-то публикации как контент-менеджер в данном случае. Там выстраиваю публикации на таймера. И в это время пью чай. Когда я все это завершаю, я иду заниматься спортом. После этого я возвращаюсь домой и начинается у меня такое уже полноценное утро, как у всех. Вот, соответственно, вот поэтому я просыпаюсь рано, потому что мне вот так нравится. И мне очень нравится время, когда твои домашние спят. То есть, вот эта вот тишина, ты такой один, но только собачка рядом. И ты можешь грамотно сформулировать свои мысли, поработать, что-то придумать. Ну, для меня это самое кайфовое время. У многих кайфовое время вечером, а мне нравится засыпать уже часов в 9 вечера, в 10 максимум. Потому что я уже вареный, я уже ничего не соображаю, какой-то шум, люди, никто не спит. Ну, и мне это не нравится. Поэтому вместо вечернего времени, как принято у большинства, я даю предпочтение утренним. Надеюсь, на этот вопрос я ответил. И не буду вас сильно томить, такой, да, блиц ответов на вопросы. Бывают ли у меня чайные выгорания, когда вообще ничего не хочется? Не знаю, я не пью чай так много времени, пью его там 5 год. Каких-то выгораний чайных у меня точно нет. Мне нравится его пить всегда. Единственное, что бывает, когда ты припиваешься к одному из сортов чая, и надо переиграть, перестроиться на какой-то другой. Всё время нахожу фаворит, тот чай, который заходит мне в каждый день. Этот фаворит определяю своим таким ведущим чаем, постоянно, каждодневным. И есть какие-то такие чаи-праздники, как я их называю, там, чаи под кайфануть, да, несколько чаёв, которые тоже держу рядом. Когда это всё приедается, ну, просто немножко шахматы переставляются, и всё идёт своим чередом. Сказать, что возникает когда-то такой процесс, когда я вообще не хочу пить чай, у меня пока такого не было. Не знаю, как у вас, но у меня так. Сейчас смотрю ещё, есть ли у меня что-то. Да, наверное, всё. На этом, я думаю, сегодняшний выпуск можно заканчивать. Огромное спасибо вам за то, что вы смотрите. Я не думал, что этот проект вообще зайдёт, что у него будет какая-то своя аудитория. И что самое интересное, что через этот проект приходят новые люди в мой магазин, заказывают чай, радуются, блин. И, ну, я таким образом нашёл себе новых приятелей. И это классно, давайте как-то расширяться. Мне интересно с вами взаимодействовать. Если вам интересно взаимодействовать со мной, давайте делать это вместе. Вот, есть чайники, есть чай, всё есть. Наклейки, шапки и всякие разные штуки. Шапок сейчас сделал очень много, заказал ещё. Тёплые, классные, девочкам подходят, мальчикам подходят, даже детям подходят. Вот так вот, всё. Вот, я всегда на связи, найти меня не сложно. До новых встреч, пейте чай. Вот, покупайте одесский чёрный, пока он есть. Я говорю, вышло не так много. Зная одесситов, они вот так вот это всё быстро продают. И поэтому, пока есть возможность успеть, успевайте. Будете дарить на Новый год. До новых встреч. Всех обнял. С вами был Любомир Борода. С вами был Игорь Негода.